Дорогие коллеги, хочу вам рассказать, что те планы, которые, собственно, мы озвучивали еще весной на нашем круглом столе совместно с РНБЦ Александрова Бурятерной Медицины, не все успешно реализуются. У нас создано три рабочих группы с Минздравом. Первая рабочая группа – это по импортозамещению и поставке медицинского оборудования тяжелого класса. Вторая рабочая группа – по реализации крупных инфраструктурных объектов. И третья – по созданию инфраструктуры для использования радиофармпрепаратов и по разработке инновационных радиофармпрепаратов. Рад доложить, что летом, соответственно, в июне мы взяли и организовали визит белорусских онкологов в Тульский онкоцентр, где они посмотрели на наше медицинское изделие «Брахиум» для контактно-лучевой терапии в так называемой, как я люблю говорить, в естественной среде обитания. Получили классную обратную связь от белорусских коллег, понимаем, в какую сторону нам надо развивать наши медизделия, и уже, в принципе, прорабатываем вопрос поставки первого «Брахиума» в следующем году в Макилевский онкоцентр. На следующей неделе у нас будет очередное заседание рабочих руководствований именно по этому вопросу. По реализации крупных инфраструктурных объектов было принято решение в качестве пилота проекта рассматривать ожоговый центр при больнице скорой медицинской помощи города Минска. Сейчас у нас идет формирование проектной команды, далее мы будем делать вместе медико-техническое задание, формировать проектную документацию. Проект будет реализовываться в партнерстве с крупным нашим белорусским партнером Еврофарм Интеграция, соглашение с которым было подписано как раз на полях нашего круглого стола. По тематике таргетных радиофарм препаратов, тематике создания инфраструктуры для использования РФБ, хочу вам положить с радостью, что у нас идет финализация совместного предложения по разработке нового радиофарм препарата в рамках проекта союзного государства. Мы надеемся до 15 сентября на проект «Постоянный комитет союзного государства». Документ подписанный с белорусской стороны – это Министерство здравоохранения, Госкомитет по науке и технологиям, с российской стороны – это наш дивизион технологии и здоровья. Соисполнительным у нас будет являться один из научно-исследовательских институтов Национальной академии наук и Томский политехнический институт. И опять-таки Росатомпетент ГЕР, наш дивизион ядерной медицины. Очень надеемся, что в следующем году, после заключения госконтракта, мы выйдем уже на регистрационные испытания готового бар препарата.